здравствуйте эта программа открытый диалог с вами николай пивненко и всегда приятно приветствовать нашей студии не просто спортсменов и молодых спортсменов которые к тому же еще вместе с медалями да еще с какими да еще с какой победы вот такое вот короткое вступление перед тем как представить главных пожалуй героев увидим еще одного героя во второй части нашей программы но для начала представляю вам диана ермакова победитель первенстве в европы по боксу среди юниоров и юниорок до 18 лет а также владислав комаров финалист первенство европы по боксу что среди юниоров и юниорок до 18 лет члены сборной России, да, как это, молодежная или вот юниорская, юниорская команда. Мы рады вас приветствовать, все в красном, в победном таком свете. Сегодня мы поймали наших спортсменов, потому что они приехали вместе с Кубком для того, чтобы порадовать всех, вот не только своим присутствием, но и, естественно, должен об этом узнать и городской округ Люберцы, где находится у вас, я так понимаю, база, где вы тренируетесь. Кстати, а вот как тренировки проходят, Диана? Это с утра до вечера? Три раза в неделю или как? Да, три раза в неделю, только вечером, полтора часа проходит. Только вечером? Да. Кажется, что с утра зарядочку сделала и не пошел? Ну, у нее это наоборот, у меня семь раз. Не, ну вы же мужчина, в данном случае, в коем случае, нет. Нет, наоборот, да. Как сейчас слово такое есть, сексизм, да? Вот, просто я так понимаю, что для поддержания мышц, наверное, нужно... У вас-то и боев больше было, правильно? Ну да, у меня четыре боя было. У вас четыре боя, у вас два. Ну, извините, Владислав, начнем все-таки с... Нет, конечно, да, мы вперед, конечно, давай. Чемпионка или победитель, как все-таки правильно? А почему нельзя сказать чемпионка? Мы можем сказать просто, вот в простонародье так? Я же могу сказать, это наша чемпионка. Диана, понятно, что традиционный вопрос, как пришла в бокс, сразу же скажу, чтобы мы его не задавали, Диана сказала, что все было просто. Папа с мамой решили, правильно? Да, да. И вы не жалеете? Нет. Никогда не говорили, папа с мамой шел, вы меня привели? Нет, жалела. Нет? Жалела? Да. У меня много раз было, когда я хотела уйти, потому что у меня не получалось что-то. Да. Нет, серьезно? Да нет, нет. А не получалось что? Что самое сложное, вот, для, в данном случае, даже, может быть, не для девушки, а для любого молодого, там, для мальчика, для девочки, что самое сложное? То есть, у чего хочется уйти? Гулять хотелось, как и все подростки, со всеми там веселиться, вот. Но родители постоянно говорили, нет, давай, иди в зал, иди в зал. И потом... А кто больше говорил, мама или папа? Оба. Оба? Да. А не у вас спортсмены? Нет. Нет, так, ну. Вот, и... И заставили вас в итоге стать победителем первенства Европы. Кстати, а какие были ощущения? Вот вы приехали с медалью, чего они? На руках вас носили? Угу. Угостили Оливье или что же, как это было? Нет, ну, они были очень довольны, потому что я два раза была на Европе до этого. Угу. Вот, и первый раз я стала третьей. Так. Второй раз второй стала. Вот, и я уже думала, что вообще у меня не будет шанса, не выпадет такого шанса попасть вообще туда. Да. Вот, потому что соперничество с каждым годом все больше становится. Вот. И там так получилось то, что в 48 килограмм девочка заболела коронавирусом, и меня вызвали за нее, чтобы я как резерв поехала. То есть это тот случай, когда коронавирус, наверное, единственный за историю наших коронавирусных телевизионных программ, когда во благо получил. Да. Ну, с девочкой все нормально? Да, все нормально. Вы выздоровела? Да, да. Ну, слава богу. И вы поехали вместо нее? Да. Меня вызвали буквально там за пару дней до отлета. Сказали, давай, все там делай, анализы все сдавай, я все сделала, приехала, и все, и полетели. А какие были ощущения? Иногда, может быть, и надо, чтобы внезапно, а чтобы ты и готовишься, когда так готовишься целые полгода и думаешь, вот, будет соревнование, вот, и, ну, психологически. Психологически самое тяжелое было сделать вес, потому что это не моя весовая была. Ага. Вам нужно было похудеть или? Да, похудеть. Похудели? Да. То есть вы не ели? Нет, ну, я ела потихоньку, вот так все, вес уходил, 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 сделала. Бедный человек. Ну, хорошо, молодец, это первый подвиг. Второй подвиг – два боя. Первый с кем был? С Польшей. Так, что за девчонка была? Поевая? Да, было сложно очень. Даже морально сложно было, потому что долго соревнований не было из-за пандемии, вот, и я так вышла. А, и жажда, да, то есть была и с ее стороны, наверное, и с вашей встречи в очном режиме. Да. По зуму же боксом-то не займешься никак. И? Ну, был очень сложный бой. На меня там тренера все ругались, в перерывы говорили, давай, Дяну, типа, ты сейчас проиграешь. Вот, я вышла в третьем раунде, собралась, и уже просто из последних сил там пыталась что-то сделать. Да не проиграю. Вот, и я уже стою, уже отчаялась, думала, ну все, типа, зря вес сделала. Вот, и мне подняли руку, ну, точнее, показали то, что я выиграла, потому что там дотрагиваться, ничего нельзя было. Вот, и все, и выиграла, вышла в финал. Так, а в финале? В финале с Испанией боксировала. Ага, ну к финалу еще вернемся, а теперь давайте Валислав, а то он грустит, потому что он у нас финалист. Но у вас было четыре матча. Да. Да, как вы попали в сборную? Я выиграл первенство России. Так. Я вот для этого первенства России, первый мой результат был, это кубок Никифор и Денисова. Вот я только начал свою карьеру, вот в 2018 году стал вторым. И вот и пошло-поехало. А в бокс-то как пришли? Я пришел в бокс, меня отец привел. То есть вы тоже как бы, вы, наверное, на футбол хотели? Нет, я вообще никаким спортом не хотел заниматься, на самом деле. О, молодежь пошла гулять только. Ну и как бы вот отец меня ушел, повел в бокс, и вот я пошел дальше. Вот с шести лет, получается, занимаюсь боксом. Ну на каком-то этапе вас заметили, можно заниматься боксом, и на этом закончили. Да, я еще даже до этого плаванием занимался, у меня отец потом куда-то уехал, я с мамой остался, и она меня на плавание повела еще. Потом я еще год плаванием занимался. И вот потом меня выгнали оттуда, и я опять на бокс пошел. А выгнали на планшу? Плохо плавал, что ли? Я там приставал просто. А, плохо вел, понятно. А в боксе-то, а в боксе пристают к девочке? А, кстати, в боксе ты не особо пристанешь к девочке, да? Да, 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 можно тоже попутить. Да, да. Ну хорошо, четыре боя, и вы попадаете в первый бой, это что-то типа групповых соревнований, да, каких-то, или как это было? Ну, чтобы дойти до финала. Да, я вот эти два отборочных, и третий полуфинальный, и потом финальный, четвертый бой. И кто же у вас был в финале? В финале у меня был украинец. А сейчас можно сводить, да, или это как так судьба получилась? Ну, он дошел, он дошел, не, нас развели как бы до финала с ним, и вот он дошел, я дошел, он провел три боя, я провел четыре боя на один бой. Сразу же такой вопрос, не было там проблем политического плана, спокойно, просто было спортивное соревнование? Политическое было тоже. Тоже было, да. Конечно, без политики. Что кто-то с флагом там бегал, это же, напомню, соревнования происходили в Черногории, в городе Будва, многие из вас там, наверное, ну, или бывали, или слышали, что кто-то отдыхал, такой курорт. Вот, я так слышал, что кое-кто даже кому-то удалось искупаться там, да, вот, в это время, ну, выиграл, а почему же не искупаться? Но бой прошел сложно, да. Да, бой сложно. Из-за того, что политически у вас второе место там получилось, как вы считаете? Как я считаю, может быть, да, как бы больше там политика... Там по баллам дыл, да? Ну да, там по очкам, три-два раздельно мне отдали, как бы там еще плюс, мне не за что отчитали, даже не знаю, как там получилось, и вот так вот отдали в ту сторону, если бы это не еще, то я бы привезу первое место. Знаете, как у нас говорят, серебряная медаль с золотым отливом, да, такая вот эмитаторская такая фраза. Хорошо, а как вообще соревнования состоялись? В мире же пандемия? Да, они вот из-за этого нам и сделали то, что начали им давать международников, потому что мир перенесли на следующий год, как бы, и из-за этого можно было международника получить то, что вот... А сколько людей было из Европы? Сколько участвовали? 122, или 120, или 122, мало очень народу приехало в это. Не, ну для нас 122 это много, для вас мало, может, не в курсе, а сколько обычно приезжают? Сколько обычно приезжают? По 300, по 300, по 200, да. Ну, из всех стран были приезжают. Да, конечно. Условно, Франция. Кроме Франции, Англии и кого там еще? Ну, много не было стран. Да, нехорошие страны там не было. Испании. Да, вот испанцев. Вот. Нет, ну, знаете, тоже же могут сказать, я помню, что мы же футбольные не можем, не всегда как только о боксе и сразу почту футбол вспоминается. 1960 год, когда мы стали, первая сборная Советского Союза стала победителем, ну, тогда это еще не чемпионат Европы назывался, как Кубок Европейских чемпионов, что-то подобное название. И тогда тоже много команд не участвовали, и об этом сейчас уже так не вспоминают. Ну, а те, кто вспоминает, начинают говорить, вот, потому что не было команд и так далее. Но мне кажется, что из ста соперников все равно огромное количество... Конечно, да. Ведь неважно, с какой ты страны, важно, как ты сам подготовился. Да, ну, да, ты можешь быть из страны, где не очень как бы развит, а у нас-то, слава Богу, бокс-то в Советском Союзе и в России всегда был развит. Значит, скажите, а принимали хорошо? Да. Да? Какой-то, наверное, существовал, где поселить, как с учетом всего этого. И питание... Ну, вам-то питание, Диана, не нужно было, фактически, да? Вот, вам нужно было, как вы говорите, вес, работать над весом, или как это? Да, сгонка веса. Сгонка веса. Вот мне бы поработать. Поделитесь потом. Вот. Ещё такой вопрос. Вы вдвоём принимали участие от страны? Нет, 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 от страны. Нет, нет, от страны просто с одного города с недостями. Да, да, да. А сколько от страны принимали участие? 10 венёрок и венёров. В общем, у нас 2 человек, да, ездил. Понятно. То есть, это целая такая большая глиграция. Да, и мы за ней, кстати, первокомандное место. Первое командное место. А правда, что это вот впервые за 40 лет, вот, по крайней мере, здесь у нас люди, которые базируются в городском округлюберце, смогли добиться вот такого какого-то сумасшедшего успеха? Да, так точно. Так и есть, что вот у нас 2 человека, обычно по одному человеку вот результат приносили, а вот мы с ним вдвоём принесли результат. Понятно. А остальные, вот, значит, ребята тоже с медалями разъехались? Да. Из каких городов? Москва тоже так же, там 2 человека, первый и второй тоже так же. Потом... Со всей России, в общем. Бегистан, там, да, Владимир, там вот все. Ну, Кавказские, да, регионы, они расслабятся и борьбой, и боксом. Сейчас мы с Владиславом после первого тайма, скажем, или как, после первого раунда, покинет нашу студию. У меня ещё один такой вопрос. Вот когда мужчины, это понятно, да, а вот когда девушки, как болеют наши парни, коллеги, спортсмены за своих девушек? Или вас там прятали, чтобы не тратили энергию? Нет, как бы мы до финала сидели по номерам, как бы, и вот в финале нас допустили, и мы болели уже за всех, за всю нашу команду. А до финала мы были по отдельности, как бы вот с тренером ушли, и... И никакой информации. Да, да, размялся, и вот только по трансляции можно было смотреть, болеть за нашу. А вот в финале мы уже, там, все собрались, и там орали, за всех болели, так же за девушек. Видели, как Диана-то? Яхко хотел, конечно, но я был расстроен, как бы, я потом посмотрел. Он передо мной боксировал. А, вот как. Ну, потом посмотрим, нормально там, отработало, хорошо. А расстройство означает, что готовимся к следующему, да, Владислав? И в следующий раз уже... Конечно, это только начало. Да. Кстати, кубок, который стоит рядом с Владиславом, да, это вот Диана. Вот это кубок Дианы, но мы специально его туда поставили, потому что хочется, чтобы вот недавно у нас здесь были представители других видов спорта, некуда было медали складывать. И, как нам сказали, люди еще не все принесли с собой. Поэтому мы желаем, Владислав, с Дианой мы сейчас не прощаемся, вам желаем успехов, потому что все только начинается, потому что юниорство закончится, потом начнется взрослая жизнь. А для бокса у нас еще много-много пространства для деятельности, но только в мирных целях. Сейчас сделаем небольшую паузу, а после этого к нам сюда в студию еще присоединиться придет к нам тренер. Это тоже важный персонаж в этом замечательном виде спорта под названием бокс. Напомню, что эта программа «Открытый диалог». Напомню также, что у нас в студии победитель первенства Европы по боксу среди юниоров и юниорок до 18 лет Диана Ермакова, представитель сборной России, а также теперь уже тренер по боксу здесь в студии, в том числе тренер конкретно личный, да, тренер, можно сказать, Дианы. Это Арсен Рамазанович Рагимов. Вот мы вас приветствуем. И сразу же первый вопрос. Вы, какие у вас были ощущения, когда вот руку поднимают, как арафири это называется? Рефири, да. Руку не поднимали, да, вот сейчас. Ну, как-то же дали понять. Да, дали понять, кричали там. И чего у вас? Судья кричит там правый, красный угол или синий. Но мы ждали, мы вместе, болели все вместе с родителями, да, мы, как Дианка говорила, мы там дружим, все это. Вместе сидели, мы переживали, кричали. Я больше всех кричал. Ну, понятно. Потому что я знаю. В этом рейфере вас услышал. Да, да, да. Вот это вот, вот в чем дело. Я думаю, Дианка меня тоже слышала там, когда я кричал здесь. Ну, а вот какие все равно ощущения? Все-таки за этим стоит труд, за этим стоит столько всего. Ну, у нас же только в кино, знаете, показывают, когда слеза должна побежать. А как оно по-настоящему было? Или какой-то, знаете, говорят некоторые, что опустошение, потому что вот столько к этому готовились и вдруг раз этого добились. Ну, это вот опустошение после. Да, сначала вот как руку подняли, все, мы понимаем, чемпионка, все, покричали, радовались. Да, а потом уже, ну, понимаешь, все поздравляют, кто звонит, кто эсэмэски отправляет. Да, там многие, потому что болеют очень много. Болели за нее, много народу знает. Вот. Ну, во-первых, мы так как-то отвыкли. Вон, футбол с трудом там показывают при игрушечных трибунах с игрушечным звуком. А тут целое первенство Европы, да еще в Черногории, тут какой-то курорте. Вообще так все замечательно, хорошо, море, на которое не попали в этом году, в 2020-м многие. И вдруг такой замечательный успех. Вот теперь вопрос. Диана, скажите, так как очная ставка? А многое от тренера зависит? Или все-таки 50 на 50, или большая часть от самого спортсмена зависит? Ну, от тренера, конечно, он должен дать какую-то базу, наверное. Но вы же все уже умеете, все знаете, куда, как. Надо похудеть, похудело, удары, все. Но это все с помощью тренера, желания. Как проходит тренировка, какие-то происходят разработки? Ну, я понимаю, что все тайны не надо раскрывать, потому что впереди еще и взрослого будет первенство, мы в этом уверены. Но тем не менее. Почему? Потому что, опять же, возвращаясь к обывателю, да, у него, ну, разный бывает подход, да, и тренеры бывают разные. Бывают добрые, бывают злые, ну, как начальники все. Вот у вас как происходил этот процесс? Давайте я расскажу. Ну, да, стесняются делом. Да, она что-то стесняется. При тренере, конечно, сложно сказать. Сложно. Давно, давно, да, мы занимаемся давно уже. Давным, с 10-ти, да, 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 там. И у меня, я как бы, ну, пацанов тренирую, а девчонка у меня первая. Ага. И искал я подходы разные. Ну, с пацанами там понятно. Да, пацану, грубо говоря, подзатыльник дал, да, надо делать, все делаю. Ну, девочке так не будешь, и старались и, скажем, и по-плохому. Ну, это грубо говоря, да, и по-хорошему, и так, и сяк. Но сейчас я там, я нашел к ней подход, вот, как, что надо там делать. Понятное дело, там, если нарабатывать что-то, да, мы нарабатываем. После каждого боя мы садимся и обсуждаем, что, вот, я, ну, спрашиваю, что ты сделал не так. Да, вот она говорит, вот это мне не понравилось, или там, вот это, вот это. Ну, как бы мы обсуждаем. Не просто свои ощущения и посты. Да, не просто так, да, что я там тренер, я сказал, так и должно быть. Нет, такого не должно быть. Ну, по-моему, да, мы должны, как бы, оба. Если мы учимся, мы вместе идем, а не просто так я или она, там, отдельно. Вот, из-за этого, ну, было очень много всего, всего, я имею в виду, когда ее били. Сделали мы это специально, чтобы она злилась, чтобы она, ну, били, я так грубо говоря. А она знала об этом, что специально? Она, ну, она чувствует, наверное, ну, как, специально, я просто говорю парням, что надо, как бы, ее гонять. Вот, ее гоняли, да, там, бывало, и плакала маленькая была. Как можно гонять красивую девушку, девушку? А если бы мы не гоняли бы, сейчас такого результата не было бы. Так вы, оказывается, из этих, из жестких тренеров? Да, 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 ну, сейчас, понятно, уже повзрослело, уже надо по-другому, уже мы разговариваем. Сама себя гоняет, да? Разговариваем уже, обсуждаем, что нам, как нам делать, что нам отработать, да, я там говорю, надо это отработать. Что-то так получается, что-то не получается, ну, здесь там по-разному как бы. А вот сейчас вопрос, Диан, а вы же видите тренера вот с той стороны, да, там, что же он когда там разводят, какие-то команды дают и так далее. Да. Вот как вы оцениваете, ну, быстрый такой взгляд, вот, соперницу, вот как там, как у них идет разговор с тренером, с командой и так далее. Это вас как-то заводит еще больше? Вообще, перед боями лучше вообще не смотреть в сторону соперника и тренеров. А вот это вот знакомство, как у нас показывают? Ну, это уже, да, когда в ринге, да, это уже не так. То есть все заточено на то, что вы встречаетесь на поле, так сказать, боя, и там уже выясняется. Да, да. А бывает вот попадание, когда вам Арсен Рамазанович, может быть, даже мимоходом что-то сказал, и вдруг вы чувствуете, что вот именно в эту секунду, именно вот то, что было советом, превратилось в историю, что вы, ну, тот, я не знаю, там, удар или то действие произвели во время боя, которое... Отрабатывали. Да. Было? Да, было. Как в футболе говорят, стационарное положение. Да, да. Да, это практически всегда. То, что нарабатываешь, да, всегда так. Да. Я, почему вот сейчас, да, там личных тренеров не пускают, там сборники, команда, да, ну, тренера сборной главные. Вот, понятно, что... А то есть вы были как гость? Я, да. Меня, как бы, к рингу не пускали. Да, 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 да. К рингу не пускали, да, там, нет. Это очень странно, на мой взгляд. Ну, такие правила. Международные. Нет, ну, международные соревнования, то есть какой-то главный тренер сборной, да? Да, главные два тренера. Он за всех отвечает. Да, он отмечает за всех. Он уже с вами какую-то связь держит? Нет, это, да, как бы, тренируем. Он там уже сколько лет мы в сборной, он ее хорошо знает. Она еще в сборной не была, когда мы с ним познакомились. То есть у вас прям только начали, да. Столько, как сказать, отцов в боксе, да? Да, столько, да. И из-за этого здесь она... Хорошо, вот во время боя кто дает ей какие-то команды? Вы успеваете что-нибудь там ей крикнуть? Ну, в основном я, да, ну, не считая Европу, да, ну, у нас много соревнований в России, да, там. Ну, понятно, что я выхожу, она слышит, выполняет, ну, иногда бывает, не слышит, не выполняет. Ну, в основном, да. Она имеет право. Она спорта смену, а вы тренер. Да, да. Мое дело, да, кричать ей там, чтобы она... Ну, когда она сама это понимает, когда она выполняет эти действия, все у нее получается. А бывает так, иногда, что вы чувствуете, что она даже вас где-то неожиданно переиграла, с точки зрения, что такое... Обрадовала, да? Да, да, обрадовала просто. Бывает, бывает. Услышать о тренера, это, конечно, сложно, даже как от преподавателя любого. Но что, знаете, вот, когда вы внутренне говорите, вот это она сделала даже лучше, чем я предполагал. Нет, я, как бы, может, я какой-то не такой тренер, но мне наоборот, я и могу сказать всегда, когда меня это радует, что она сделала, что я не ожидал. Что она так отбоксирует, она отбоксировала вообще, как бы, там... Скажем так, если надо поругать, грубо говоря, я могу поругать. Вот. А порадоваться или сказать какие-то теплые слова ей, да, чтобы, наоборот, это ей приятно будет. Хорошо. Вот следующий вопрос я хочу задать Диане. Диан, скажите, пожалуйста, вот раньше считалось, что, ну, такие силовые виды спорта, их становится все больше, они все-таки мужские. Сейчас женщины, конечно же, и в жизни, да, очень много, и мужские профессии, да, уже даже, видите, юниоров и юниорок, чего раньше не было, да. Как вы считаете, вот бокс вам что дает, вам персонально? Это для здоровья, для, как говорят, например, представителей борьбы или того же каратэ, для какого-то духовного роста. Вот что вам дает бокс? Или это исключительно соревнования и попытка, ну, вот, зарабатывать кубок за кубком и становиться победителем? Это становится тем, что ты не можешь без этого жить. Ну, а ты начал заниматься, и вот это вот идиот, идиот, ты едешь на соревнования, ты привыкаешь к этому образу жизни, и если закончить там даже на пару недель, хочется все равно прийти на тренировки. Вот, и... То есть, это такая составляющая часть жизни тоже... И вот вы рассматриваете вариант, ну, уже фактически, когда профессиональный человек дальнейшего какого-то... Если все будет хорошо, мы сейчас, да, в связи с нашими событиями всегда делаем такую ссылку. Но есть у вас желание идти дальше, ну, до самого... Да, конечно. Тем более, что в боксе, да, Арсен, столько вариантов есть. Я уже не знаю, сколько сейчас организаций. То ли раньше было чемпионат Советского Союза, ну, и хорошо, и все, и победит. И то начинается такая весовая категория, такая весовая категория. Тогда, Арсен Рамазанович, скажите, женщина в боксе – это хорошо для вида спорта? Это приносит что-то новое? Но все-таки давайте говорить, да, женские бои, они существовали давно. Иногда они подавались как некое шоу для развлечения, опять же, того же мужского, прежде всего, населения. Сейчас это вид спорта, да, серьезный. И что-то привнесли женщины, дамы в этот вид, что-то такое, чего раньше не было. У них, знаете, где-то с одной стороны у них получше. Вот она, если захотела, если забредет голову, да, вот я хочу, и все. И там пацан может там где-то что-то не получилось, что-то там отмазаться. А она будет вот упрется, и все, вот это и надо. И есть много девчонок, сейчас с каждым годом все, популяция, да, девчонок больше и больше. И есть красиво боксирует, даже пацаны так не боксируют. То есть фигурное боксирование, можно сказать. Да, и есть, мы смотрим, девчонки, да, там, мы думаем, если единоборствами занимаются, значит, какая-то страшная, побитое лицо кривое у нее. Много симпатичного девчонок бьются, и даже не подумаешь, что это там боксом занимается, или там тайский бокс, кикбоксинг, там, ММА, там, неважно. То есть все зависит все-таки от человека, от его целеустремленности, от его желания, и он может сохранить себя в той версии, которая ему больше всего нравится, да, и как бы ощущать себя тем, каким он является на самом деле. Последний вопрос обоим. Что нужно, чтобы стать успешным боксером? Диан, с вас начнем. Желание. Желание. Вот это женский ответ мне нравится. Желание. А если желание есть, то можно горы свернуть. Ну и Арсен, же вам вопрос? Да, то же самое. Если есть желание, если у спортсмена есть желание, вот там, а то говорят, вот, ну, сейчас разговор то, что был, вот тренера, сколько там зависит, сколько тренера, да, там, процентов там. Без желания не получится. Если нет у спортсмена желания, какой бы тренер там не был, супер, пупер, там, я не знаю, ничего не получится. Если у спортсмена будет желание, все. То все получится. И вот тренер как раз. кубок вот вы же подержали уже его в руках то сразу же да ты не уже положено держать куда нет я уже держал фотографировались мы желаем вам побед дальше спасибо идет рост все только начинается надеюсь что вы не забудете когда уже станете чемпионом мира а эти к нам на огонек большим таким открывающимся уже этим самым кубка вот у нас в студии победитель переста европы по боксу среди юниоров и юниорок до 18 лет диана ермакова еще раз диана вас победы и медаль у вас от тоже да вот это злода да ой красивая медаль вот и сборной россии все это член сборной россии и тренер по боксу личный тренер дианы которые ну по правилам с как наблюдал за матчем и мысленно флюиды и посылал как правильно вести бой арсеном азарович рогимов мы поздравляем с победой и поздравляем с победой всех жителей городского округа люберцы потому что ребята тренируются здесь на базе городского округа меня зовут николай пивненко это была программа открытый диалог до свидания и